Каждый класс в Варкрафте имеет свои уникальные особенности, и эти особенности в разные времена позволяли ломать игру и получать такие возможности, о которых разработчики даже не задумывались в ночном кошмаре. Охотники могли приручать буквально игроков друидов, маги настакивать себе тысячу и более процентов скорости, а паладины ломать рейдовые механики. Возможностей и багов было уйма. В общем, в этом ролике я хочу рассказать о том, как некоторые классы из-за своих особенностей могли ломать World of Warcraft. Как не раз рассказывалось на этом канале, возможность охотников приручать питомцев в разные времена открывала им невероятные возможности, возможности, о которых представители других классов могли только мечтать. Патч 4.0.1 должен был подвести игроков к старту дополнения Cataclysm. Это обновление отличилось несколько необычным багом охотников. Из-за этого бага охотники могли создавать целые армии своих питомцев. Охотники могли настакать несколько десятков или даже сотен петов просто потому, что почему бы и нет. Естественно, это отразилось и на балансе. Каждый новый питомец мог атаковать и игра считала, что каждый питомец это отдельная сущность. Следовательно, если игрок вступал в сражение, врага атаковал не один или два пета, а целая армада питомцев. Благодаря этому вообще без особого труда охотники могли за секунды убивать противников в PvP или с ощутимым усилением осваивать PvE контент. Как вообще работал этот баг? Если коротко, игроку нужно было отпустить своего питомца, а затем начать приручать нового. В момент, когда каст заклинания приручения дойдет где-то до 0,1 секунды, требовалось быстро призвать старого питомца. Если все получалось, то игрок одновременно призывал старого пета и при этом рядом с персонажем продолжал бегать новый только что прирученный. Ну а далее все, что требовалось, просто бесконечно повторять этот цикл. Отпускаем нового питомца, используем каст на приручение нового, игра при этом не жалуется, что рядом с игроком бегает еще один пет и снова в конце каста призываем старого. Ну и так до бесконечности пока не надоест. А это все настакивание можно было шлифануть настакиванием бесконечного количества бафов через способности питомца. К примеру, у питомцев-охотников есть баф, зов дикой природы, который на 5 минут повышает силу атаки в дальнем и ближнем бою. Игрок мог настакивать этот баф, просто постоянно призывая новых питомцев. А баф не стакался, не обновлялся, а каждый раз засчитывался как новый баф. В теории можно было за парочку подходов усилить свои атаки на весьма ощутимый процент. Хотя опять же это было несколько геморройно, да и время все-таки было ограничено. Пока настакается питомца в 10, первые стаки бафа уже будут понемногу заканчиваться. Но все-таки такая возможность была. Особенно красиво это выглядело, когда массово приручались питомцы с какими-то эффектами. Вот как тут, игрок настакал себе питомца из огненных простор. Из-за того, что их очень много, их огненный пылающий эффект увеличивался. И это выглядело довольно необычно, скажем так. Баг, конечно, исправили. Но это лишь капля в море тех возможностей, которые получали в разные времена охотники. Однажды, в том же катаклизме, игровой мастер, обращаясь к игроку-друиду, пошутил о том, что он может быть спутан с питомцем охотника. Но не думаю, что игровой мастер подозревал, что однажды охотники получат возможность приручать друидов. И это, пожалуй, один из самых забавных багов. Произошел он на старте темных земель. Игрокам, не только охотникам, правда, ради, добавили предмет. Амулет вечной зимы. Его можно было выбить с первого рейда с одного босса с достаточно большим шансом, где-то 9-10%. Босс, с которого он падал, кстати, сам являлся эдаким охотником, использовавшим в сражении кучу своих темных петов. Но не суть. У предмета была очень уникальная особенность. При использовании любое выбранное животное в открытом мире на просторах темных земель становилось на 5 минут питомцем игрока. Как и обычный питомец охотника, моб мог атаковать, защищать владельца, перемещаться туда, куда он скажет и так далее. То есть, короче говоря, штука давала временного, дополнительного пета в открытом мире. В теории, штука забавная и даже полезная. Но главная особенность, которая заставляла багаюзеров полюбить этот предмет, это возможность приручать друидов. То есть, самых настоящих игроков, которые находятся просто в форме животных. Видимо, разработчики не учли, что вещица может быть использована не только на обычных мопцов, помеченных статусом животные, а и на игроков. Когда предмет использовался на игрока друида, друид на время действия эффекта парализовывался и становился самым обычным питомцем другого игрока. Игрок друид терял волю, возможность использовать большинство способностей и заклинаний, и даже перемещаться. Игра автоматически делала все это за него. Игроку-владельцу стоило нажать на кнопку атаковать, как игрок друид автоматически бежал пинать мобов. Друид мог просто за этим наблюдать, и не более того. Игрока друида можно было просто направить в какую-то точку, заставить его делать те или иные приказы. Сказать, что это был необычный баг, не сказать ничего. Игроки пошли дальше и начали изучать, что же еще можно сделать с прирученным и бедным игроком-друидом, который просто оказался не в то время и не в том месте. К примеру, игроки пробовали узнать, что будет, если использовать способность глаз зверя, которая позволяет наблюдать за питомцем с его перспективы. Однако способность просто не работала. Она использовалась, но зрение не перемещалось на питомца. Хорошо, игроки пошли дальше. Если игрок-друид считается питомцем игрока, можно ли с ним зайти, к примеру, в эпохальные подземелья, и условно вместо группы из пяти человек получить шесть или даже десять игроков? Технически это могло бы существенно упрощать прохождение ключей, но, к сожалению, реализовать это не удалось. Игра этого не позволила. Было еще парочка особенностей. Игроки-друиды в прирученном состоянии порой могли использовать редкие отдельные способности. Вот как тут. Игрок рядом со входом в один данж поймал одного рандомного друида. Игрок-друид умудрился как-то еще и похилить своих похитителей. Друид мог даже менять формы и скота превратиться в медведя. Некоторые игроки после появления этого бага буквально начали охотиться за рандомными друидами в открытом мире. И не с целью, чтобы убить, а с целью похитить и поработить. Это было правда очень весело смотреть, как за каким-то чуваком, решившим немного поформить какую-то траву или руду, устраивалась целая погоня. Друиды не подозревали, что превращаясь в какую-то друидскую форму, они подвергают себя риску, что их украдут и лишат воли. Конечно, вскоре баг был исправлен, но это, пожалуй, одна из самых необычных ошибок, которая происходила с питомцами в Варкрафте. У магов есть одна интересная способность, которая в разные времена открывала очень, очень и очень крутые возможности. Речь идет о способности Чарократ, которая позволяла магам украсть у неприятеля какой-то баф на 2 минуты. Багов, связанных с этой способностью, было бесконечное множество, а проблема была одна и та же – возможность стакать украденные бафы. В разные времена ошибка повторялась вновь и вновь. Есть маг, который просто начинает по КД спамить эту способность и похищать надновременно кучу бафов. Они стакались и в зависимости от бафа позволяли магам стать очень быстрыми, очень сильными или непробиваемыми. Самый безобидный пример использования багнутого Чарокрада – это вот этот небольшой эффект, который немного позволял увеличивать модельку персонажа. Благодаря тому, что маги могли настакать несколько десятков раз эту способность, модельки персонажей магов могли стать огромными. К сожалению для разработчиков, менее безобидных способов применения этого бага было куда больше. Давайте перенесемся в Гнев Короля Лича. В этом дополнении в Нард Сколе имеется куча мобов с полезными, крутыми эффектами. Вот, допустим, как в Зулдраке. Тут находятся вот такие вот роли. Они имеют баф, который повышает скорость на энный процент. Маги обнаружили, что этот баф можно просто бесконечно красть и получать огромный процент скорости, под одну тысячу и даже больше. А это вдобавок ко всем дополнительным эффектам самих магов в теории позволяло сделать из мага машину раздачи ваншотов. К примеру, по упоминаниям одному игроку, не особо стараясь удалось разогнать скорость каста до тех масштабов, что ледяная стрела кастовалась менее чем за 0,2 секунды. И это не предел. С этими троллями вообще связана какая-то беда. Возможно разработчики не замечали баг связанный с бафом, возможно просто игнорировали и откидывали исправление на дальнюю полку. К примеру, о том, что с этих троллей можно бесконечно похищать бафы, стало известно как минимум в 2013 году. В 2014 году баг продолжал существовать. Вроде бы его исправили, но он все равно вернулся в игру, только чуточку позже. Вернее сказать, с выходом классического гнева Короля Лича, в котором ровно те же мобы использовались нехорошими магами ровно для одного и того же. Настакивание кучи скорости. В классическом гневе Короля Лича вообще вернулось много подобных мобов. Принцип тот же, только другие эффекты. Есть какие-то мобы, есть маги и есть возможность настакивать бафы мобов. Какие-то давали скорость, какие-то силу заклинаний или крит. Благодаря всем этим возможностям маги могли наносить просто невероятно большой аое урон на полях боя, к примеру. Если, естественно, они успевали найти кучу противников за время действия Чарокрада. Еще маги могли просто ваншотить людей или выпиливать их за считанные мгновения. В общем, возможностей в разные времена у игроков было много. Но попинать игроков в открытом мире или на полях боя это, конечно, весело, но бывали и более разрушительные и скандальные способы применения этой способности. Пожалуй, самый известный случай произошел во время освоения Ульдуара в 2009 году. Только в данном случае была проблема не с настакиванием бафов, а с тем, что вообще можно было получить очень солидный баф от одного моба. Я эту историю упоминал пару месяцев назад в контексте сломанных боссов. В общем, если коротко. Когда открывался рейд и топовые гильдии ринулись его осваивать, разработчики не очень хорошо подошли к балансировке боссов. Босс Ходир был закрыт очень и очень быстро двумя топовыми гильдиями. Разработчикам это не понравилось, посему прямо посреди освоения они решили его усилить. Причем существенно усилить, что Ходир превратился с простого противника практически неубиваемого босса. Те две гильдии, которые успели его закрыть, продолжали освоение и вырвались вперед. А те, кто не успел, остались у разбитого корыта и были вынуждены просто биться в стенку. Гильдия НСД уперлась как раз в этого босса. Они долго пытались его убить, но тщетно. Поэтому они решили пойти на хитрость. В рейде были особые трэш-мобы в виде цветков. И у них был сильный баф, который существенно повышал урон. Гильдия придумала следующее. Они решили взять в рейд кучу магов, чтобы те похитили бафы у тех трэш-мобов. А это, как следствие, позволяло им сделать неубиваемого босса снова относительно простым. Да, гильдия потратила где-то один день на то, чтобы придумать, как можно быстро донести баф до комнаты с боссом, так как чарократ имеет ограничение всего 2 минуты. Но в целом, тактика сработала и Ходер был побежден. Не всем конкурентам НСД понравилась их креативная тактика, которая была на грани бага. Вряд ли разработчики хотели, чтобы с трэш-мобов был украден сильный баф на урон. Разработчики наказывать гильдию за это не стали, ну а сам босс вскоре после убийства был понерфлен, чтобы у других игроков не было соблазна найти похожую креативную тактику. Кстати, в будущем, уже в дополнении Катаклизм, НСД пинали за то, что они вроде как провернули похожий трюк во время освоения с еще одним боссом. Но это уже и не важно. У паладинов есть способность Божественное Вмешательство. И эта способность в старые времена помогала паладинам ломать механики боссов. Что делает эта способность? Выбранная цель паладина становится неуязвимой на 3 минуты. Ее нельзя атаковать. Но при этом, использовав эту способность, паладин сам умирает. Проще говоря, паладин жертвует собой, чтобы спасти какого-то другого игрока. И хоть по идее эта способность должна сейвить, во времена Ванилы игроки нашли способ использовать эту способность не так, как могли бы предположить разработчики. Перенесемся в логово Крыла Тьмы. Там есть босс, Бритва Смерт Неукротимый. Важно отметить, что это сейчас игроки обучены, возможно имеют огромный опыт с пираток Ванилы, играют с нормальным интернетом, умеют читать гайды и все такое. Тогда в далекий дремучий то, что сейчас игрокам кажется не очень сложным, могло вызывать большие трудности. Это к тому, почему вообще игроки пытались находить хитрые тактики. Но ближе к делу. У босса есть две фазы. Во время первой фазы, один игрок с помощью особого ока берет босса под свой контроль. Игрок начинает управлять боссом и уничтожать с его помощью особые яйца. Задача игрока зачистить как можно быстрее все яйца в комнате, после чего начнется вторая фаза. А вот приятелям по оружию игрока, пока он будет уничтожать яйца, придется страдать. Страдать потому, что с четырех сторон на комнату с боссом будут переться мобы разной степени опасности. Так что им нужно будет выдержать и выиграть время для игрока. После того, как яйца будут уничтожены, начнется вторая фаза. Трэш убежит, босс выйдет из-под контроля и игрокам нужно будет его добить. Вторая фаза проще первой, так как первая требует больше координации и выживаемости. В чем заключался баг? Тактика с божественным вмешательством предполагала следующее. Группа должна была подготовиться к своей смерти. Буквально. Нужно было, чтобы условные чернокнижники накинули камни душ, позволяющие воскреснуть после смерти на хилов или просто на как можно большее количество игроков. Когда игрок брал под контроль босса с помощью ока на первой фазе, босс становился дружелюбным и на него можно было накладывать дружественные эффекты, включая то самое божественное вмешательство. В чем заключалась тактика? Какой-то игрок брал под контроль босса. Когда он становился дружелюбным, на него накидывали божественное вмешательство. После этого всей рейдовой группе требовалось буквально умереть. После этого трэш, который бесконечно появлялся в комнате, пока не собраны все яйца, просто исчезал. И далее игрокам нужно было просто воскреснуть через тот же камень душ и резнуть остальных. Как итог, вся сложность первой фазы просто улетучивалась. Трэш-мобы больше не появлялись. А поэтому можно было пройти первую фазу вообще практически без сопротивления. Были и другие способы сломать босса, которые тоже предполагали, что игрокам придется умереть, но божественное вмешательство было, пожалуй, самым известным багом на этом боссе. В будущем, если верить упоминаниям, эта же способность паладинов использовалась для обхода и других механик. К примеру, в Гневе Короля Лича эта способность позволяла нивелировать противный баф от Саурфанга из Цитадели Ледяной Короны. Этот баф заставлял игрока получать лишний урон, а если игрок погибал под этим бафом, босс отхиливал себе 20% хп. Но так как божественное вмешательство делало игрока неуязвимым, эффект бафа просто нивелировался. Ну что же, по сути, на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи!